МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рад приветствовать вас на телеканале «Импакт». Вы не ошиблись, это программа «Влияние». Сегодня мы транслируем с уникального места. Я безмерно благодарен. Это семейство Москаленко, Юра и Люда, которые великодушно предоставили свое поместье для того, чтобы мы вещали прямо из прекрасного штата Вашингтон, город Сеатл. Поэтому рады видеть вас. Знаю, что вы благословены тем, что вы встречаетесь с нами сегодня. Друзья, неоднократно мы слышали свидетельства о том, что в истории христианства, в гонимой церкви, бывшем в Советском Союзе, было несколько узников совести, узников, героев веры, как мы их называем, которые страдали за слово Господне, служителя. И вот некоторые из них, получив большие сроки, получили от Господа реальное откровение о том, что пройдет короткое время, и Сталин умрет, и они выйдут на свободу. Одним таким ярким свидетелем был Дубровский Павел Иванович, который получил от Господа во сне, получил сон, что в ближайшее время он выйдет на свободу первым из мест заключения, из этого конкретного лагеря. На то время никто не знал, что умрет Сталин. И вот это чудо произошло. Оно явилось ярким примером того, что многие из людей далекие от Бога, находясь в вузах, эти тюремщики, они увидели, что это чудо явно было явлено Богом. Поэтому сегодня со мной в эфире человек уникальнейшей судьбы. Это Татьяна Павловна по девичьи Дубровская, а по мужу это Федорова Татьяна Павловна. Приветствую, Татьяна Павловна. Приветствую. За кулисами находится с нами также, за кадром, сегодня ваш муж Сергей Григорьевич Федоров. Приветствую, дорогие зрители. Хочется сегодня засвидетельствовать о всех чудесах Божьих, которые мы пережили в своей жизни. Эта жизнь уже долгая, потому что уже мне 89 лет. Поэтому, может, память уже у меня не блестящая, но что-то у меня еще осталось, мог бы с вами поделиться. У вас уникальная память. Поделиться со всеми, что мы смогли пережить. У вас уникальная память. Мы знаем друг друга более 20 лет. Да. И вы мне напоминаете моих родителей. Вот глядя на ваше поколение, я называю это поколение благочестивых, богобоязненных, богоугодных детей Божьих. Ваше поколение, наших родителей. И так скажу вам откровенно, если это будет впервые в эфире, вот строго не судите меня, что наше, мое поколение, даже поколение, поколение служителей моего возраста, мы уступаем вам. Мы уступаем. Знаете, почему я это так считаю? Потому что, ну, не дотягиваем. Хотелось бы прожить свою жизнь, вот так, как вы прожили, в гонениях, в глубоких, тяжелых притеснениях, в тяжелых обстоятельствах. Ну, остаться верным Богу и, так сказать, учить молодое поколение, каким образом быть верным Богу, невзирая ни на что, даже в этой благословенной, прекрасной стране Америки. Итак, с самого начала, Татьяна Павловна, ваше детство. Да, я, конечно, что хочу сказать, что это только слабо Богу, что Господь это провел нас этим путем. только один Господь знает, что мы Ему доверяли, потому что Он такие чудеса творил в жизни нашей. И с самого начала, что хочется мне сказать, как мы уверовали, как наши дети уверовали, как родители уверовали вначале. Это, значит, я 22 января 1932 года рождения моего в Псковской области. В семье у нас было 8 детей. Были как православные, и родители очень богобоязненные. По-православному? Да, по-православному очень богобоязненные. И мы подражали родителям, как они нас учили. Папа, конечно, был рыбак, и он часто употреблял алкоголь. Но он очень характером был хорошим. Никогда нас не обижал. Ни маму, ни нас. Это было просто для нас счастье. И вот однажды случилось, мама заболела. Просто, можно сказать, смертельной болезнью. У ней произошел прорыв язвы. Двенадцатиперстной кишки прорыв. Но поскольку мы далеко же жили от больницы, мы в деревне жили, а в районе больницы было 25 километров. Поэтому пришлось папе ехать на тележке своей, чтобы вызвать врача. И вот приехал врач. И мы первый раз увидели машину. Это я хорошо помню. Мы никогда еще не видели. Вот по этой деревне Дубки. И вот забрали нашу маму. Она уже была, можно сказать, совершенно при смерти. У ней уже руки были почти синие, как мы смотрели. Губы у ней уже были синие. Она уже почти ничего не говорила. И мы все с ней прощались. И я, как сейчас помню, старшая сестра, которой был 13 лет, старшей сестре, а остальные мы все были... Два месяца было самому младшему, брату моему. И 8 человек мы остаемся без мамы. Представьте себе, это такой ужас. И когда эта сестра подошла к машине и сказала, «Мама, ты упроси нашего папу, что он ни в коем случае не привез нам другую маму. Я все сама буду делать за тебя, только что папа не привез другую маму». Вот это я запомнила. И вот увезли маму в больницу. И мы все дети всю ночь молились. По православному всю ночь молились? Всю ночь до самого утра. И когда соседи... Какой молитвой? Вы помните, какую молитву? Ну, мы молились только, чтобы Господь вернул нашу маму. И все, что у нас было. Все, что вы знали в то время. Да, мне тогда было вот 5 лет. 5 лет? Да, 5 лет. И мы... Я не знаю, как вот... Младшие два брата были меньше меня. Три года и там вот два месяца. Ну, мы были в таком отчаянии. Мы все молились, все плакали, чтобы Господь вернул нашу маму. И вот представьте себе. Значит, привезли маму в больницу. И, видя такое состояние, они взяли за пульс, сказали, мы ничего уже не... Она вот-вот сейчас умрет, мы ничего не можем сделать. И положили ее просто в коридоре, ее на носилках, потому что не хотели вносить ее в палату, чтобы людей не расстраивать, как обычно, знаете, когда умерли. И вот они подходят, врачи, следующий день. Она не умирает, и ничего с ней нельзя сделать. Но сделали ей это... Укол какой-то. Нет, моментом. Сделали ей снимок под рентген, и увидели все, что с ней случилось, и что есть, что это непоправимо уже. И ждали, вот все равно она умрет. И вот о Господе уже знал... По молитве. Ее, да, ее один день, второй день держат. Я уже сейчас не помню, сколько ее держали в стороне от больных. И потом врачи говорят, ну что делать? Нужно ее занести в палату. Нехорошо такую больную держать в коридоре. Сколько времени они на следующий день, я уже сейчас не помню. И вот когда ее положили в палату, и тоже уже не могу сказать, потому что уже это исчезло в памяти у меня, и вдруг она видит ночью, что через потолок видит такое светлое какое-то облако, появилось высоко-высоко, и она спускается вниз. И она все... Свет, сильный свет, и этот свет проник через потолок и осветил всю палату сильным светом. И вот в этом свете она видит Иисус Христос и стоит прямо у ее ног. И так смотрит на нее, и мама прямо на его все видит и знает, что это Иисус. Смотрит и говорит... А мама считала себя, что она никакого как будто греха не сделала, все, не было у ней сознания греховности. По православному чисто она верила. Да, и когда она... Вот, и вдруг она слышит голос и видит капли крови. Вот так, говорит, падает, прямо я вижу из-под колючек. И он говорит, так за тебя я страдал. Вот эти слова она запомнила. Так за тебя я страдал. И, говорит, когда я услышала эти слова, вдруг открылось в меня сознание такой греховности, и я стала сильно каяться. Сколько, говорит, это время было этому видению, я не знаю. До утра или час, или сколько было время, говорит, это все, говорит, скрыто у меня было. Я не знаю. Только настало утро, значит, таким же образом потом, когда, говорит, я стала каяться, плакать, и потом он исчез, и таким же образом поднялся, закрылся потолок, и все стало по-прежнему. Там в палате же. Да, в палате. И вот, говорит, когда утром проснулись больные, она и думала, что, значит, все же видели, наверное, как она видела. Она говорит, а вы что-нибудь ночью видели, что здесь произошло? Все спали, никто ничего не знает, никто ничего не слышал, ничего это все было для нее. И вот утром приходят врачи на обход, смотрят, подходят к ней и говорят, Дубровская, а что с вами случилось? У вас лицо сияет, врачи говорят. Она говорит, и говорит, берут так мою руку, пульс смотрят, нормальный пульс. И говорит, ой, мы теперь можем делать вам операцию, потому что уже у вас пульс нормально работает. Она говорит, знаете, там не один, окажется, двое или трое подошли. Говорит, мне операция больше не нужна. Иисус Христос меня ночью исцелил. Жил Господь. Она уже почувствовала, да. Татьяна Павловна, то есть врач, заявил прямо там у ее постели, что ей нужна срочная операция. Ее ответ какой был? Она сказала, что мне операция не нужна. Иисус меня исцелил ночью. Она засвидетельствовала, как Господь приходил и исцелил. Они не поверили. Они, значит, педрентген вновь это проверили и показали снимок, что на этом месте, где был прорыв язвы, там, говорит, оказалось шов как в ниточку. Вот тонкий шов и зарубцованный абсолютно. И абсолютно все анализы были чистые. Сердце нормально работало. И они, и там был профессор и сказал, что 25 лет я уже работаю. Оперирую. Да. Я еще такого чуда не слышал и не видел. При моей жизни не было. Это вы первый, который, я вижу такое чудо, действительно, было свидетельство, что Бог есть. Они сообщили папе, и папа за ней приехал. И вот когда она приехала домой, мы, конечно, все настолько были счастливы, все дети. Мама приехала домой. Здоровая. Здоровая. И тогда она... Воскресшая. Знаешь что? Он же сигареты курил и выпивал, рыбаком был, знаете, все, как все деревенские мужики. Говорит, если ты это все не бросишь, то в следующий раз Господь меня больше не вернет. И вот так предупреждение. И так удивительно, он сразу принял, он вынул эти сигареты, бросил сразу в печку, и с этой же минуты он покаялся, уверовал, и никогда ни одного грамма за всю жизнь он больше не принял. Это реальное чудо. Вот, друзья, то, о чем вы... Это только начало тех чудес в семье на то время Дубровских, ваша девичья фамилия, затем в семье Федоровых. Это только начало чудес. Мы идем по чудесам. Это потрясающее чудо. Это потрясающее чудо, как некоторые из наших зрителей говорят, что Бога нет. Вот это реальное чудо. Второе еще свидетельство, что маме настолько хотелось всегда молиться Богу, а у нас была такая небольшая иконка. И вот она подходит, но никто ничего же не говорил, можно или как, и что. Она подойдет молиться и говорит, вот какая-то преграда, занавеса. Татьяна Павловна, Вы говорили до этого о том, что Ваша мама по-православному, она любила молиться, потому что икона была дома, и она сильно любила молиться у иконы. Вот. И поэтому она, как по-прежнему, сразу, как пришла домой и стала молиться, и она почувствовала, преграда есть. Почему? Не понимает. Молится, а от такого чувства, как она молилась, она говорит, я вышла из дома, пошла в сарай, пошла молиться в сарай. Молюсь, и все равно, говорит, икона передо мной, она мешает мне. Я не понимала, в чем дело. И говорит, я так мучилась с нескольких дней. Потом, говорит, поняла, что нужно к живому Богу молиться, не через икону, а к Богу, чтобы с Ним соединиться. И говорит, и я ее уничтожила, и говорит, открылась мне полная свобода с Богом. Это было откровение, личное откровение. Да, личное, никто ей не проповедовал. Никогда. Вот. И именно она сама поняла, что нужно общение с Богом ни через иконы, ни через чего, а только лично с Богом. Насколько Бог открывает тем, которые искренне ищут Его. Даже в одиночестве Бог открывается. и вот после этого она стала всем свидетельствовать в деревне. Много свидетельствовала, и папа потом свидетельствовал, он уверовал. И вскоре узнали в городе Таллине у нас были двоюродная сестра семьи, родственники были. Они узнали, что мама уверовала, а они уже были из баптистов. Вот. Жили в Таллине. И когда она узнала, что мы уверовали, и у нас уже дом настолько был старый, он рухнул, большая семья, денег не было, и они нас вызвали. тогда еще Эстония была самостоятельно государством, и нас вызвали... Из России вы переехали уже? Да, мы тогда... В Таллине. Теперь эта деревня, где мы жили, она принадлежит Эстонии. А, понятно. В то время тогда еще была с Россией. И вот мы переехали в Таллинн, они предоставили нам такой сарайчик сначала, вот мы все в одном сарайчике жили, но Господь позаботился о нас очень сильно. В первое же Рождество, вот, а когда узнало правительство, что мы приехали, такая большая семья, и в такой большой нужде, и напечатали в газете перед Рождеством, и люди стали приносить подарки, собрали, много подарков, погрузили на лошадь, значит, это впрягли лошадь, и целый вот такой, ну, как сказать, телега целая. телега целая этих подарков, и вдруг на Рождество к нам приезжает. А вы же в нужде что были, только переехали. Да, и знаете, такая радость мы, наверное, никогда не испытывали или дети никогда, и знаете, там все угощения, и одежда какая-то, в общем, и нам говорили, вот сейчас дадим подарок, а вы скажите, какое-то сетворение, тогда все верующие были, можно сказать, в Эстонии. И вот мы так переносили все подарки, благодарили Бога, так мы счастливы, вот так мы встретили первое Рождество в Эстонии. После этого нам предоставили недалеко в этом же районе маленькую квартирку, тоже сарай, барак такой был, и все там в бараках жили, и была воскресная школа, тоже у нас рядом, и мы дети ходили, все в воскресную школу, вот, а папа с мамой уже приняли водное крещение и вступили в церковь баптистов, да, это была русская баптистская церковь. Значит, это уже наступил, тогда была Эстония еще самостоятельно государством, и наступило время, когда Советы вошли в Эстонию, оккупировали. После войны или до войны? Нет, до войны. До войны. До войны. Вот я могу даже это в 39-м в 39-м году вступили советская власть в Эстонию, оккупировали, и, значит, в то время как раз строилась большая улица, много домов, и русские распределили эти все дома, они достроили и распределили всем многодетным, и нас переселили в этот дом. Это Сербии 10-1. Это все знали во всем Таллине. С 39-го года вы помните это. И тогда вот началась наша другая жизнь. Вскоре, да, вскоре после этого, через два года, вот началась война, в 41-м году началась война, и вступили немцы, и мы, наша старшая сестра уехала в Россию, потому что она вышла замуж за капитана, и он ее забрал, а сам же он погиб там же в Балтийском море. И мы всю войну ничего о ней не знали. Понятно. и так мы стали сильные бомбежки. И я все сокращаю, только хочу сказать об одной ночи. Это было 8 марта как раз. И советские летчицы, они решили бомбить немцев. А вы проживали там? Да, мы проживали, а до этого уже Господь все папы открывал. И он до этого за сколько короткое время и сказал, что мне Господь ночью открыл, что будет очень большой шторм, какой-то будет очень сильный шторм. Мне было показано. И только одна веточка с этого шторма, она воткнулась в нашу крышу, а наш дом был полностью в сохранности. И вот представьте, за короткое время вдруг начинается, вот 8 марта наступила и стала такая бомбежка. И папа сказал, вот это Господь предупредил и всех нас в погреб. Мы все сошли в погреб, потому что очень было страшно. Скажите, Татьяна Павловна, на то время вы что-то слышали о духовном крещении со знамениями иных языков? Это было после войны. То есть до того отец уже получал откровение Духа Святого, будучи в баптистской церкви, предупреждение, что Господь сохранит. каждую ночь молился с мамой, они всегда молились, и ночью, и днем, и Господь их все открывал. И вот когда это было откровение, мы всю ночь были в погребе, и видели, потом утром встали, весь город наш горел. мы были это в районе от города от города были мы 10 километров от центра города. И смотрим, весь город горит так страшно, как, знаете, как свеча вот одна. А мы знаем, что там молительный дом, там очень много верующих. Мы так молились, чтобы Господь сохранил. вот. И немножко уже к утру время подошло второй налет, опять же. И потом мы узнаем, что это русские бомбили, женщины-летчицы узнали. И первая бомба попала в ресторан, где немцы это как раз в эту ночь в ресторане, они там праздновали что-то, да, и разрушило сразу, как они угадали это, интересно, что разрушили этот первый ресторан, и потом целые улицы, все были разрушены, все горели. А ваш дом стоял на месте? Да, и когда уже утром папа подошел, говорит, и мы все видели, смотрим, один вот такой осколок, только один осколок, он прилетел и был там над крышей. Это подтверждение откровения, что он получил. что вот так мы, и мы так благодарили Бога, что Господь сохранил нас, и таким образом мы сразу не могли туда, может быть, на следующий день, может, я уже сама лично, вот, пешком мы бежали туда, город посмотреть, и так было ужасно, все улицы горели, целый, целый вот это в огне разрушено, ну, страшно было смотреть это, и таким образом стали после восстанавливать, а некоторые верующие, и Господь сохранил верующих, они уже вышли из города, кто, кто, где, как спасался, ну, было очень-очень много, конечно, это загоревших, и побитых, и я уже сейчас не помню, но большое число погибло людей в нашем городе. Друзья, знаете что, переведите эту программу на английский язык, и дайте вашим детям, или даже вашим внукам, чтобы они по-английски вот понимали, что такое христианство, настоящее, как христианство, настоящее христианство зарождалось, это было в Эстонии. Да, в Эстонии. Кстати, вот эта история, пробуждение, история в Эстонии, она как раз и началась непосредственно через вашу семью, через семью Дубровских. И так кончилась война. И вот, знаете, еще не война, но хотел еще один случай рассказать, что как мы дети, по нашей улице всегда гоняли этих евреев и русских пленных на работу, вот туда, к Финскому заливу, где была немецкая, ну, как сказать, часть, очень большая немецкая часть, и их туда мимо нашего дома гоняли. Для работы. Да, и наши две моих сестры, Люба и Шура, они были там, и вот эти пленные, они, русские пленные, очень просили, принесите нам кушать, когда они за изгородью, принесите нам кушать, вот, вот, показали в это место, вы принесете, когда нас нет, а потом, когда мы будем, мы будем, и они, не сказав маме, и папе, никому не сказали, знали, где у мамы было спрятано сухари, они оттуда носили и ложили вот, вот, за изгородь, и потом приходили пленные, и, и каким-то образом немцы уже увидели, их захватили, и сказали, откуда вы, кто, и что, ваших сестер, да, сестер, они были, они были, были снецы, и шапочка у них одинаковая, две красных были береточки, их сказали, где вы живете, в общем, они все рассказали, вот, но когда они пришли домой, они мамы, папы ничего не сказали, что их очень испугались, немцы задержали, все о них, и вдруг папа вызывает немецкую комендатуру, не знает, причем знали только одно, что когда вызывали кого-то, никто никогда не возвращался, да, никогда не возвращался, и вот папу вызвали, и мы днем и ночью все молились, а потом уже, когда уже папу вызвали, тогда девочки-то сказали маме, что вот так и так, что с ними случилось, и мы уже думали, что папа не вернется, и вдруг через три дня его возвращают, каким путем Бог открыл, и они спрашивали, вы отсылали, вы давали сухари, все, а он говорит, я ничего об этом не знаю, дети мне не говорили, они все делали тайно, и когда их детей спрашивали, они тоже сказали, что мама, папа, не посолим, мы сами нас попросили, мы пришли, и вот так Господь устроил, что через три дня папу вернули таким образом, после этого он работал на железной дороге, и значит, сбор был, в Германию отправляли всех мужчин, и забрали тоже нашего папу, ну, конечно, на работу бегом они, знаете, как всех туда возили, и вот мы опять же папу отправляли тоже с молитвой, и когда их из Балтийского вокзала вот много какой-то поезд, а один эшелон такой, один вагон был именно который в Германию должны были переправить, и многие вот эти мужчины, они во время во время ну, как сказать, когда ехал поезд, выбивали окна, вот, и выпрыгивали, чтобы вернуться обратно, подумал, папа тоже, может, мне тоже выпрыгнуть ночью, и говорит, вдруг, вдруг Господь явился ангел ночью и сказал, не делай этого, ибо ваш вагон будет возвращен обратно. Жив Господь. да, и вот он всем сказал, не нужно выпрыгнуть, мы будем возвращены, Господь мне явился, и я верю, что это будет так. они уже забыл, до какого вокзала они доехали, сколько они же время ехали, и их остановили, потому что их нужно было переправить к другому прицепу, чтобы в Германию отцепили, и он стоял, не знаю, или день, или два, он сколько состоял, потом пришел приказ, этот вагон отправить обратно, и он вернулся, и папа возвращается обратно. Вы знаете, такие откровения, Господи, как мы соскучились, как мы соскучились по таким реальным откровениям от Духа Святого. И это еще на то даже время, когда еще не были крещены Духом Святым. И этот же отец, Павел Иванович, о котором вы рассказываете, тогда же, я снова забегаю наперед, но мы возвратимся, когда, будучи уже в ссылке, в 52-м году, он получил откровение, что Сталина не станет, что он первый выйдет из УЗ, и это произошло, это было чудо для всех заключенных. Итак, мы к этому придем. Продолжайте. Еще был вот такой случай во время войны, что пришла одна девушка к нам, Лида Сомова, вот я еще запомнила, Лида Сомова, она попросилась у нас какое-то время пожить, что ей негде жить. Она познакомилась с моей сестрой Верой, и она приняла ее в свою комнату, такая у нас была на втором этаже маленькая комната, и она приняла ее к себе, и она была вынуждена было сказать Вере, разведчица, что она разведчица, да, они же на парашюте с одним мужчиной их спустили в Таллинн, и она таким образом попала в наш дом. Советская разведчица. А мы не знали, ни родителей, мы никто не знали, и она каждый раз, а мужчина тоже к нашим родственникам тоже попросился ночевать, они потом вместе приходили, и они выходили как раз к Балтийскому вокзалу, Балтийский пролив, где немцы все и они там у них был вот этот ой, как? Рация, наверное, по рации передавали. Рация, они все передавали, а я иногда тоже шла за ними, но я не знала, я думала, они просто гуляют и я, они все так оборачивались, смотрели, что я спионю, иду за ними, но мне нечего было делать, я сама младшая из девочек, и вот я любила за ними смотреть. Сколько время они именно, не могу сейчас сказать, и вдруг она срочно исчезла, исчезает, никому ничего не сказала, исчезает она, и вскоре немцы приходят к вам в дом, к нам в дом, я не знаю, сколько их, двое, да, немцев, и пришли, сказали, что у вас должна быть, у вас радистка, они как-то вычислили, вычислили, откуда, вот это все идет, все данные, и вот, и главное, в эту комнату, где она жила. А это же расстрел, если бы и представляете, мы вообще ничего не знаем, как они, не знаю, как они уже с родителями говорили, они стали такой обыск делать, и что мне запомнилось, вот, в этой комнате была печка, топили дровами, и они выгребли всю залу, все с печки, все перебрали, они хотели хоть какую-то бумажку найти, доказательства, все перебрали, ничего не нашли, и мы ожидали все, что будет, и мы не знали сначала, зачем они пришли, вот, а потом уже сестра сказала, что, кто она такая была, и вот она исчезла, до конца войны мы ничего не знали, где она, и что, и только после войны, когда кончилась война, уже немцы вот ушли в сорок, в пятом году, в сорок четвертом, или пятом, да, отступили они, они очень быстро отступили, и они хотели весь наш, эту улицу, были под каждым крыльцом подложены эти мины, мины, да, чтобы взорвать, и настолько они быстро ушли, что они не успели это сделать, мы только потом под крыльцом нашли эти, да, и рядом у соседей, и везде, и так Господь сохранил. вас Бог сохранил всю улицу. бомбёжка была, вот, особенно, когда они уходили, русские наступали, то эти соседи, неверующие, там, родственники, соседи, которые знали, что папа уже всем-всем свидетельствовал Боге, они все несли свои вещи, прятали у нас в доме, что Господь вас сохранит, и говорит, настолько набилось людей, вот, когда бомбёжки были, что нам негде пройти. Все люди, что знали, что Господь сохранит вас и сохранит нас, вот это нам хорошо запомнилось. Татьяна Павловна, я слышал подобную историю за моих родителей. Это было на далёкой Западной Украине. И вот, когда вашу историю, насколько чуден Господь, точно так, то есть это притягивало, как магнит, видели, что что-то необыкновенное. Главное, приходили все молились, как только беда, сразу все молились. И вот случилось так, что, когда уже немцы покинули наш город, пришли обратно русские. И вот после после вот этого меня написано, в каком году, вдруг мы узнаём, что приехали верующие. Не могу сказать, я так хотела, один человек в Израиле ещё жив, наверное. По сегодняшний день. Да, по сегодняшний. Мы, когда в Израиль ездили, к нему заходили из этого общества. И вот эти бараки, которые строились там, наверное, для немцев, кто там жил, наверное, или плены, или немцы, вот, их поселили в эти бараки. Наверное, их, может быть, 70 человек, верующие, крещённые Духом Святым из Полтавы. Из Украины. Да, их, наверное, они уже договорились раньше. И, но самое главное, ещё в Полтаве они молились, им было откровение, чтобы они выехали в Эстонию, им был показан путь и сказано, чтобы они приехали в Эстонию, и там они были. Это по откровению, они все приехали по откровению. Некоторые, даже половина семьи переехала, а половина осталась, потому что не все поверили. Я не могу точно сказать, но очень большое общество. Может быть, около 100 человек, может там 89, но большое общество. И они все устроились на строительство. Где-то ходили недалеко, строили какие-то дома или что-то, я уже не помню, но они все работали на строительстве. И вот первый же, первый же, как, поскольку мы там рядом были, как-то они сразу познакомились. Проживали рядом. Но меня еще не было. Я тогда работала у крестьян, мне на после школы меня отправили подзаработать, чтобы я там заработала на продукты. И я приехала уже осенью домой и слышу, что уже мои сестры Господь уже крестил Духом Святым. Говорят на иных языках. Ой, а я, конечно, была верующая, но еще в мире была. Я первый же вечер сразу, как приехала, я сразу с ними побежала на это собрание, потому что пешком мы ходили там недалеко. и когда я увидела и молодежь, и дети, и видят духовное, видят видение, мы же никогда это не видели, что в церкви такое видение, как ангел вот спускается на наше общение, и какое пророчество, и на языках молиться, это было, и сразу я тогда покаялась. На то время вам сколько было? На 14 лет, уже около 15. И Господь начал уже проявлять все. Я сразу покаялась, я так плакала, и, наверное, до 2-х, до 3-х часов дочи мы не могли уйти, им же нужно на работу, а мы, значит, мои сестры, это первый раз сестры, я не знаю, наверное, и брат был уже мой, и когда мы возвращались, и несколько раз мы бежим, по этому полю ночью на колени встанем, и все, молимся, молимся, приехали ночью, разбудили родителей, я покаялась перед родителями, все, что я сделала, не говорила. А родители еще не ходили на те собрания? Может быть, они ходили, я сейчас не знаю, может быть, они ходили. Но духовное крещение еще не получили? Нет, еще не было, еще не было, они после нас получили духовное крещение. И вот я испобедовалась, покаялась, и я получила такую радость, и тогда следующий вечер я позвала свою подругу, Беру Тяптину, родственница, и она там сразу покаялась. На следующий день каждый, каждый вечер мы кого-то приглашали из своих подруг. Пока всех, всех мы уже собрали, кто, с кем мы только раньше это время проводили, и все сразу сперва каялись. И получали духовное крещение. И мы стали молиться о духовном крещении, и как сейчас помню, в одном бараке вот Господь я так молилась, что я была вся в слезах, только я слышу, что кто-то вытирал мои слезы, я вся была в слезах, настолько так молилась. И вдруг я слышу, мой брат, ему 13 лет, он первый получил духовное крещение, и я думаю, я не встану с колен, и молилась, и Господь меня крысил Духом Святым. И потом всех Господь так многих крестил, и сколько время они были в этих бараках, уже, наверное, может быть, год, может быть, больше, и там уже столько стало людей собираться. Даже православный священник, Господь его крестил Духом Святым. И все, кто туда переходили, и началось вот такое излияние Духа Святого. Пробуждение. Сильное пробуждение. Татьяна Павловна, позвольте, я сделаю паузу. Друзья, в эфире на программе «Влияние» вы не ошиблись. Это программа «Влияние». Мы вещаемся из прекрасного Сиатла, из прекрасного места, предоставленного для эфиров благословенным семейством Юры и Людой Москаленко. И со мной в эфире человек уникальной судьбы в Боге, в Господе, уникальной судьбы. Татьяна Павловна Фёдорова. Мы идём шаг за шагом. Вы зря жаловались на свою память. Потрясающая память у вас. Потрясающая. И я паузу, знаете, для чего сделал, Татьяна Павловна? Обратиться к тем из наших зрителей, которые пренебрегают присутствием Духа Святого, существованием Духа Святого, реальным существованием. Вы так бегло прошли, а я ухватил эту мысль, что только Дух Святой начал давать вам на сердце в каком молодом возрасте чувство к покаянию, что надо каяться перед Богом. Это аж от Духа Святого пришло. Обязательно. Без покаяния приближения к Богу не получается никогда. Вот обязательно нужно рассказать, тогда приходит радость, спасение в сердце наше. иначе я не представляю, я никого не видела, чтобы кого Господь коснулся кресел Духом Святым, чтобы он был унылый или сомневающий. Все радовались и в конце концов, когда уже множество нашей молодежи, все подруги, школьники, все веровали, и мы уже шли по этой улице, а эта улица у нас была между два ряда домов и все одинаковые, белые и красные крыши. И сейчас эта улица есть в Копле. И вот мы шли уже и пели христианские песни по этой улице, просто идем поем, такие радостные, и потом, когда уже эти украинцы их переселили уже на другой участок в город, за городом, в Ныме, улицу Ныме, им дали двухэтажный дом большой, они все туда переехали и стали там тоже на строительстве какой-то в другом строительстве участвовать. И тогда стали к нам все собираться, когда они уехали в нашем доме. В семье, то есть в доме Дубровский. Да, тогда. Скажите, а как ваша церковь, отреагировала, в которую на то время вы посещали, на такое мощное излияние Духа Святого? В это время, когда был Симаков, Пресвитер, да, Пресвитер, он, это уже был знаком, он, хотя, не был крещен Духом Святого, но я не знаю, он не говорил языком, но никогда не поносил, не гнал, и он, потому что его церковь всё время умножалось в связи с этим и молодёжи, и поэтому он к нам относился очень хорошо. И когда мы уже крещённо Духом Святым хотели получить водное крещение, вот, и пришли к нему все вот, это девочки, да, пять девочек, и пять девочек, вот мои друзья, мои подруги, и стали упрашивать его, брат, мы хотим получить водное крещение. Он говорит, обожжите до лета, обожжите, вот, уговаривал нас, мы говорим, нет, нет, нет. А это зима была, или что это было? Ну, конечно, зима. Зима была. Да, это зимой было. Это было в январе месяце. Мне как раз в январе месяце 15 лет, а ещё до 15 лет, ещё было 14 лет, я помню. И он, всё-таки мы его уговорили, и он договорился в эстонской церкви, где-то в центре города, на Верине, там есть бассейн в церкви, и решили там нам преподать водное крещение. Мы сказали, а если мы умрём, мы не получили водное крещение, и вот так уговорили этого брата Симакова, он такой добрый был. И мы все назначили это водное крещение. И как я помню, вот как духовное крещение, так и водное крещение. Такая благодать была, я не представляю, когда нас окунали в воду, и мы выходили из этой воды в комнату, чтобы переодеваться, мы не переодевались, мы сразу становились на колени, на колени мокрые, и молились, и взвали к Богу с такой радостью, и пока мы все, девять человек, семь человек тогда, семь человек все вышли, а люди-то, наша община тоже пришла участвовать. Вот. Они ждут, 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 говорят, ну чего так долго не выходят крещаемые, чтобы их это поздравить, а приходит призвитер, а мы все стоим на коленях и не входим, он нас всех поднял, говорит, вас же люди ждут, давайте, слава Богу, мы все вместе потом погонимся, мы все встали, потом переоделись, тогда вот вышли в зал, все поздравляли, радовались, радости не было конца, это такое две, единственные, две самые радостные вещи в моей жизни, это было крещение Духом Святым и вот тогда обещание Бога до Государства. А водное крещение было 75 лет назад. Да. Я так подсчитал. Ну да. Ну да. И это настолько сфотографировано в вашей памяти, что вы помните, как сегодня это было. Ну, а после этого, как всегда, бывает испытание. Испытание, да. Вот когда уже прошло сколько-то время, через сколько-то лет, когда вот эти украинцы, может они три года, может четыре, я хотела все точно узнать, им дал Бог откровение, чтобы они двигались в другое место. И они уехали из нашего города. Они тоже назвали, но мы не получали такого откровения. Мы все остались. И после, в конце концов, они уже в Грузии очутились. И из Грузии им разрешили это в Израиль. И они все уехали в Израиль, потому что они субботство приняли после. И вы, будучи в Израиле вдвоем, вы встретили одного из них? уже еще там было несколько человек, а уже они все умерли, а он еще остался. Он брат, родной брат этой сестры, которая имела пророчество, Марийка. Вот, она была много старше его, и они все в Грузии были в заключении. Всех их там посадили, это общество. Не все, но несколько человек, я не знаю, может быть, и наш зять там был в заключении. И, значит, сама Марийка отсидели, кажется, два или три года. А после этого уже их... И после того, как они уехали, как началась ваша жизнь? Ну, вот началась наша жизнь, что все стали собираться уже на улице Сербии. И, знаете, тоже излияние было сильное. Помню один раз папа встает и говорит, знаете, вот сегодня мне был такой сон интересный, что, говорит, вот такой сильный ливень, дождь, он, говорит, просто прошел мимо нашей потолка и, говорит, заливал наш дом. Что-то, говорит, будет в нашем доме. И вот собрались, говорит, у нас собрались столько друзей, сейчас не помню, в какой день, или в воскресенье, или в субботу, что у нас не было места стоять. Вернее, вот так, друг-ка дружки вот так стояли, уже не сидели, все плотно-плотно, что все хотели и стали молиться в духовном крещении. И так молились, сколько время, и вдруг излилась сила Духа Святого, одновременно семь человек сразу заговорили языками. Вот мне запомнилось, я же сама там была, семь человек разом все, и не могли вообще расстаться, наверное, чуть ли не до утра, и все молились, и вот такая ревность, такая жажда была, что ничего не хотели. Иногда вот эти молодежь это начнем молиться и до самого утра ни колени не болели, а потом уже только стали смотреть, что мозоли были у нас на коленях, но никто на это не смотрел. И потом назвали нашу таллиннскую молодежь, это уже Ленинградский город молитвы. Город молитвы. И смотрите... Город Ленинград назвали город дисциплины, а нас назвали город молитвы. Смотрите, после того прошло 30 лет, плюс-минус, когда началось еще одно таллиннское пробуждение. Но первое таллиннское пробуждение, знаменитое, которое весь Советский Союз облетел. И знаете, что интересно, что была такая одна сестра уже средних лет, она с детьми в нашей церкви занималась, она вот собирала нас, всех подростков, всех, и возила нас в эстонские церкви. И там мы молились, и мы молились все там языками. И баптистских эти церкви, там было много, эстонских много церквей было, баптистских, а русская только одна была. И вот мы там все вслух по очереди молились, и все занимали очередь. Иногда двое-трое сразу начнут молиться, чтобы как-то поучаствовать в молитве. Молились, и эти эстонцы все настолько начали ревновать. О духовном крещении. духовно. И знаете, уже по всей Эстонии уже пошло движение Духа Святого. Татьяна Половна, первая часть нашей программы подошла к концу. Мы в следующей программе, друзья, не пропустите, пожалуйста, потому что это будет очень важно для многих из нас и из вас, зрители. Мы начнем с того, что даром это не прошло для вас. Началось гонение даже со стороны своих, даже со стороны некоторых лидеров баптистской церкви. И, друзья, нас смотрят сегодня очень многие баптисты, наши возлюбленные партнеры, многие из вас. Вы очень здраво подходите, очень здраво. Я с рядом из вас беседую неоднократно. Вы молитесь за нас и даже финансами поддерживаете нас. Вы очень здраво и очень осторожно подходите к вопросу Духа Святого. Есть, к сожалению, даже сегодня те, которые к этим великим истинам, великим тайнам относятся настолько пренебрежительно и настолько неправильно, что сохрани вас Господь. Сохрани вас Господь пойти тем путем, чем окончил один из пастырей, который начал преследование против вас, когда вы были крещены Духом Святым. И об этом мы поговорим в следующей программе. Его конец был ужасен. Ужасен конец его, к сожалению. Сохрани нас Господь от таких концов, когда мы хулим Духа Святого. Поэтому, друзья, видите, я знаю, что вы были благословены, я был благословен. Я вот слушаю вас. Я тоже благословена, потому что все у меня это пережит и все вспоминается. Поверьте, что это свидетельство коснулось очень многих. Очень многих людей. Возобновляем, вспоминаем о том, что Дух Святой, это не сегодня или не вчера Он пришел, так сказать. Дух Святой уже две тысячи лет назад с первоапостольской церкви. И так через тысячелетия, через вашу церковь, и так до пришествия Христа будет. Спасибо вам. Мы продолжим встречу с вами, друзья. Оставайтесь с нами на импакте. Помните, Иисус Христос любит вас много и велико. Будьте благословенны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok